И всё, и мы закончили, и всё. Тише едешь, дальше будешь. Спасибо за внимание. Чем меньше ты торопишься, тем быстрее ты закончишь. Мне хватило, я пошла. Можно я пока сейчас там чуть-чуть, ладно? А что, такие глаза? Привет, меня зовут Надежда Парамонова. Сейчас я буду делать аппаратные волоски. Смотри до конца, и ты увидишь очень много секретов. Надежда Парамонова. Эксперт в области перманентного макияжа, профессиональный визажист. Автор и преподаватель базовых курсов по перманентному макияжу. В профессии более 8 лет. Создатель уникальных авторских техник микроблейдинга и аппаратных волосков. Многократный участник, спикер и судья на чемпионатах, конгрессах, конференциях. Обладатель Всероссийской премии Interpermanent Awards 2021 года в номинации «Лучшие техники». Сегодня у нашей модели перещипанные брови. Эта ситуация, знакомая каждому. Наша задача – распушить их и сделать более естественными. Предварительно мы отрисовали эскиз. И перед тем, как приступить к процедуре, нам необходимо бровь разделить на 5 равных частей. Лучше всего это делать ярким цветом, чтобы не запутаться в процессе работы. Все действия, которые я выполняю на правой брови, я дублирую на левую бровь. Чтобы проверить точку апекса, необходимо клиента попросить приподнять брови, удивиться. Наша точка в нашем эскизе должна совпасть. Для того, чтобы нам приступить к процедуре, мне необходимо сделать каркас. Первый волосок находится под точкой «Б». Этот волосок будет задавать направление. Второй волосок отвечает за верхнюю часть хвостика. Очень важно, чтобы линии были тонкие. Третий волосок идет через центр брови. И уже от него мы будем доставлять волоски, которые будут формировать пучок. Очень важно, чтобы основные волоски были на одинаковом расстоянии. Между основными волосками будут формироваться пучки. Мы согласовываем эскиз с клиентом. Мы просим поднять клиента брови наверх. Под апексом будет главное переплетение волосков. Это означает, что эскиз наш сделан верно. На процедуре мы будем использовать пигменты номер 3 и пигмент номер 4. Из основной линейки бровных пигментов. Эти цвета в зажившем виде дадут нам красивый русый оттенок. Кстати, на данные пигменты будет действовать скидка по промокоду, который вы видите сейчас на экране. Чтобы им воспользоваться, заходите на сайт hanafi.ru, кидаете их в корзину, вписываете промокод и скидка ваша. Мы начинаем выполнять процедуру. В процедуре я буду использовать конфигурацию иглы 30RL. Работаю аппаратом Скорпион. Когда мы приступаем к работе, мы делаем один пробный волосок. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как у нас идет имплантирование пигментов кожи. Нельзя бровь растягивать полностью с начала до конца. Такое натяжение мы никогда не делаем. Мы делаем натяжение именно в той области, в которой мы сейчас будем работать. Очень важно наши пальчики держать рядом. На ширине 1,5 см, не больше. Не стирая эскиза, ставлю свои пальцы четко в то место, где буду работать. Я не использую первичную анестезию, так как процедура практически безболезненная. Анестезию наношу только на втором этапе, после закрепления всего эскиза. Проверяем наш волосок. Мне нужно именно посмотреть, с каким нажимом мне необходимо работать. Можно немножечко добавить. Наш первый проход необходим нам для того, чтобы мы зафиксировали наш эскиз. Мы должны помнить, что цвет волоска получается путем наложения. Каждый волосок должен создавать объем. У нас очень тонкая кожа и необходимо выполнять очень сильное натяжение. Каждый волосок у нас прорисовывается очень короткими шагами. Очень важно, когда мы прорисовываем волоски, соблюдать угол наклона аппарата по отношению к коже и наше с вами натяжение. Если натяжение кожи будет неравномерное или недостаточное, прорисовка волоска у нас с вами не получится. Последующие волоски также проверяю. Для чего необходимо проверять волосок? Для контроля нажима. Очень важно, чтобы каждый волосок был легким. Те волоски, которые у нас с вами в эскизе, это наши с вами основные волоски, которые будут держать нашу бровку. И уже к основным волоскам мы будем доставлять дополнительные волоски, которые уже именно будут создавать наш пучок. Мы должны помнить, что процедура волосков всегда выполняется в два этапа. Это первая процедура, это основная процедура, где мастер знакомится с кожей клиента. Где мы делаем основной каркас и уже когда клиент приходит на коррекцию, мы дополняем, более распушаем бровь. Мы делаем второе наложение пигмента, что дает более объемный эффект. Важно делать именно равномерное натяжение, чтобы иголочка, когда она проникает в кожу, она делала равномерный прокрас. То есть натяжение у нас создают три пальца. Это большой пальчик, указательный палец и мой мизинец на правой руке. Раз, два, три. Происходит равномерное натяжение в данной зоне. Очень часто у многих мастеров не получается зафиксировать эскиз. И чаще всего причина только в натяжении. Ваши шаги всегда должны быть медленными. Скорость вашей руки и скорость, выставленная на блоке, должна совпадать. Если скорость на блоке выше, чем скорость вашей руки, у вас будут получаться засаженные брови. Если же происходит история наоборот, краситель на иголочке не будет поступать в кожу. У вас будет получаться просто рваная линия. Очень важно, чтобы каждый волосок был плавный. То есть каждый волосок впадает друг в друга. Если мы хотим получить очень тоненький волосок, наш шаг будет достаточно короткий. Если мы хотим получить более пудровый волосок, то наш шаг будет длиннее. Очень красиво, когда в процедуре комбинируют. Это создает такой некий объем. Очень важно в зоне хвостика работать очень легко, так как в данной зоне наша кожа тоньше. Когда я работаю, фиксирую эскиз, я сразу доставляю дополнительные волоски, чтобы мне не увеличивать время работы. Ну и в целом, очень важный нюанс, работать с волосками чисто. То есть даже когда вы введете волосок, у вас должна быть зона работы чистая, чтобы вы видели, куда, какому волоску вам доставить дополнительный волосок. Каждый волосок, он у нас не может уходить резко в другой. Каждый волосочек должен быть вытянутый. Мы выполнили фиксацию правой брови. Теперь мы выполняем фиксацию левой бровки. Мы закончили первый проход. Я сейчас буду наносить вторичную анестезию. Время выдержки буквально 2 минутки. В процессе работы я использую вазелин для смягчения кожи. Каркас брови у нас есть. Все прорисовано. Второй проход мы будем выполнять добавлением пушковых волосков. Будем создавать пучки и уже делать определенное наложение цвета, что будет создавать объем. Я увеличила скорость буквально на 2 деления для того, чтобы у меня получился более пудровый волосок. Соответственно, увеличивая скорость на блоке, я чуть увеличиваю скорость движения своей руки. На втором проходе я начинаю вытягивать волоски. Уплотнять их по цвету и делать более легкими. Процедурой аппаратной волоски мы можем сделать любые переплетения. Создать объем на бровях. Не забываем про натяжение кожи. Для достижения насыщенности волоска пигмент наносится послойно. То есть он уплотняется в середине, а начало волоска очень легкое. Постепенно цвет начинает проявляться. Бровка становится насыщеннее. Когда мы делаем процедуру аппаратных волосков, очень важно, чтобы наша рука была легкая. То есть опора у мастера всегда должна быть в локте. И основной вес выходить на локоть. Далее основной вес выходит на наш мизинчик. И наша кисть очень легкая. Не должно быть вообще никакого напряжения. Иначе это напряжение будет видно, собственно, на коже. Никогда не надо пытаться с первого прохода сделать объем на брови. Потому что любой рисунок, именно объем, создается путем наложения. После первого прохода мы с вами смотрим, какой у нас остаток. Как принимает кожа пигмент. Для каждого мастера, кто работает в волосковой технике, кто планирует начать работать в волосковой технике, важна насмотренность. То есть нужно видеть те детали, о которых другие люди не замечают. Это создает очень красивую картинку. То есть когда мастер умеет замечать детали, именно акцентную часть. Это очень здорово, это очень круто. Потому что именно насмотренность дает очень классный результат. Очень часто мне пишут мастера, кто работает в перманентном макияже, боятся начинать работать в волосковой технике. Очень частый вопрос, как правильно сделать выкладку, как правильно сделать рисунок. На самом деле все очень просто. Главное все делать поэтапно. И понимать, какой волосок из какой части выходит. Главное правило построения любого эскиза. Мы основываемся на природной пропорции лица клиента. Это очень важно. То есть перманентным макияжем мы помогаем нашим клиентам в определенных вопросах. Кто-то хочет открыть глазки, более сделать выразительный взгляд. И это можно сделать не только процедурой стрелок, но и волосковой техникой. Потому что правильное положение волосков открывает и, конечно, приподнимает веко. Мне часто задают вопрос у мастера, почему нет остатка в коже после первого прохода. В первую очередь это, конечно, натяжение. То есть без должного натяжения у нас не будет должного остатка в коже. Положение руки, угол внедрения, угол, при котором внедряется пигмент в кожу, угол аппарата. Очень много факторов, которые должны у нас с вами совпасть. С какими проблемами сталкиваетесь вы в процессе работы? Расскажите, поделитесь в комментариях, и мы будем разбирать ваши вопросы. Мы заканчиваем нашу процедуру. У меня для вас есть еще один лайфхак, как подготовить кожу к фотографии. Это капли Аку-Аку, Аку-Метел. Он убирает покраснения, сужает сосуды. Вы наносите данные капли на буквально 5 минут под пленочку. И полностью уходит вся краснота. И фото будет очень красивое, без красноты, без воспалений. Вот такие красивые брови у нас получились. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok